Как уже всем понятно, с достижением каких-то масштабных целей у Путина никогда не складывалось. Конечно, если не считать обогащение его лично и узкого круга его близких друзей, родственников и сослуживцев, то всё остальное – перечень провалов большей или меньшей громкости. Желающие могут найти тексты или видео, где Путин-футурист рассказывает о том, как он видит результаты своего правления через 4 или 8 лет, когда шаг каденции был 4 года, чтобы ухватить хотя бы несколько целей, заслуживающих внимания. А в итоге ничего такого не случилось даже близко. Это потому, что топ-менеджер из него никакой. И дело даже не в том, что он оказался неспособным организовать какие-то крупные процессы, которые должны были привести к реализации его планов, а в том, что он никогда не был способен сформировать даже горизонт сбычи мечт. Проще говоря, он более или менее представлял, как и сколько он хочет украсть. Но всё остальное промахнулось даже с целеполаганием. Ни трансконтинентальных хайвеев, ни полётов на Луну и Марс, ни скоростных железных дорог до Пекина, ни даже второй армии мира, на которые он не жалел бюджетных денег, построить так и не удалось. Тем не менее, нельзя сказать, что Путин не смог сделать ничего такого, что до него никто не мог сделать, и до сего дня никто не способен повторить его достижения. Если кто помнит, была такая поговорка о том, что в Саудовской Аравии достаточно сунуть трубу в песок, и через неё польётся нефть. Эта присказка исполнялась не только для того, чтобы показать, насколько легко там добывать, но и для того, чтобы намекнуть, мол, не разбогатеть в таких условиях, может лишь особо одарённый руководитель, обладающий редкостным талантом. Никто не мог даже предположить, что такое возможно в принципе, но реальность оказалась куда более суровой. Дело в том, что Путин захватил в своё прямое подчинение крупнейшую в мире газодобывающую компанию, и в отличие от саудитов, ему даже трубу не нужно было втыкать в землю. Всё это было сделано задолго до него. Мало того, что месторождения уже были разведаны, и многие обустроены всей необходимой инфраструктурой, так ещё был сформирован стабильный рынок сбыта. Это как раз был тот случай, когда можно просто не мешать работе курицы, несущей золотые яйца и стричь купоны. Компания, посмеиваясь с арабов, которым всё же нужно втыкать трубы в песок. Гигантская прибыль, которую формировала эта компания, даже после нещадного разграбления, всё же имела настолько много денег, что обросла различными непрофильными активами до размеров какой-то империи. А сам Путин даже не стеснялся, рассказывая о том, что через три, максимум пять лет, компания «Газпром» станет самой дорогой в мире, обогнав номинальных лидеров. А в кулуарах шушукались о том, что такие результаты будут получены исключительно благодаря мудрому руководству великого бункерного фюрера. Но вот смотрим сегодняшнюю российскую прессу, и там видим такое. Российский «Газпром» в 2023 году получил чистый убыток в 629 миллиардов рублей из-за падения доходов от продажи газа. В 2022 году компания получила 1,2 триллиона рублей чистой прибыли. Убытки следующего года уже перевалят за триллион рублей. И получается, что всего за два года Путину удалось угробить компанию, имевшую 1-2 триллиона прибыли в примерно такую же сумму, но уже со знаком минус. Такого подвига никто до него не совершал, и он стал персонажем, для которого определение «лузер» просто некуда клеить. Это не лузер, а просто какой-то яркий талант. И, между прочим, это же не одна такая компания, которую он увел в минус. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok